Всем привет! Сегодня разберем задание из профильной математики, которое было на досрочной волне 29 марта 2024 года. Задание номер 16. Оптимальный выбор. Вадим владеет двумя заводами в разных городах. За Т квадрат часов изготавливается Т единиц товара. Рабочий первого завода получает 200 рублей в час. Рабочий второго завода 300 рублей в час. Недельный бюджет Вадима на оплату труда рабочих составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Какое максимальное количество товаров смогут произвести оба завода за одну неделю? Составим математическую модель задачи. Всю информацию занесем в таблицу. У нас есть два завода. Первый завод, второй завод. В следующий столбик у нас сказано, что за Т квадрат часов изготавливается Т единиц товара. Поэтому это будет количество часов, которые отработали. Третий столбик. Всем привет! Сегодня разберем задание из профильной математики, которое было на досрочной волне 29 марта 2024 года. Задание номер 16. Оптимальный выбор. Вадим владеет двумя заводами в разных городах. За Т квадрат часов изготавливается Т единиц товаров. Рабочий первого завода получает 200 рублей в час. Рабочий второго завода 300 рублей в час. Недельный бюджет Вадима на оплату труда рабочих составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Какое максимальное количество единиц товара смогут произвести оба завода за одну неделю? Составим математическую модель и всю информацию занесем в таблицу. У нас имеется два завода. Первый завод, второй завод. За Т квадрат часов изготавливается Т единиц товаров. У нас закономерность Т квадрат часов, Т единиц товаров. А я обозначу первый завод, соответственно, количество часов, которые мы отработали. Следующий столбик – это количество единиц товара, которые произвели. А следующий столбик – наша оплата. Пусть на первом заводе отработали Х часов. Тогда изготовили корень из Х единиц товаров. А сколько денег заработали на первом заводе за один час работы, платят 200 рублей. Поэтому получается 200х рублей. На втором заводе пусть отработали Х часов. Изготовили корень из Y единиц товаров. Сколько денег заработали? 300у рублей. Недельный бюджет Вадима на оплату труда рабочих составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Поэтому получается, что количество тех денег, которые мы заработали за неделю, это будет 200х плюс 300у и равно 1 миллион 200 тысяч. Упростим это равенство. Соответственно, у нас получается, мы все поделим на 100. и это будет 2х плюс 3у и равно 12 тысяч. Далее, что нам нужно найти? Какое максимальное количество товаров могут произвести оба завода? То есть корень из Х плюс корень из У. Эта величина у нас должна быть максимальной. Но мы видим, что у нас функция от двух переменных. Корень из Х плюс корень из У. Нам нужно одно из переменных выразить. И это мы сделаем из нашего первого равенства. Я выражу сначала 3у. Это будет 12000 минус 2х. И выразим тогда у. Получается 4000 минус 2 третьих х. И это значение мы подставим вместо у. У нас уже получится функция от одного переменного. Корень из Х плюс корень из 4000 минус 2 третьих х. И нам нужно исследовать эту функцию на наибольшее значение. Мы знаем, что наибольшее значение функция принимает на концах промежутка или в критических точках. Найдем производную нашей функции. Корень из Х – это Х в одной второй. Производная будет равна 1 вторая на Х степени 1 вторая минус 1. Далее корень из 4000 минус 2 третьих х. Мы представим как 4000 минус 2 третьих х степени 1 вторая. Получится 1 вторая умноженная на 4000 минус 2 третьих х степени 1 вторая минус 1. И умноженная на производную нашей внутренней функции, то есть на минус 2 третьих. Преобразуем. Получается 1 деленное на 2 корня из Х минус. 2 и 2 у нас сокращаются. Вверху остается единичка, а здесь будет 3 на корень из 4000 минус 2 третьих х. Приведем к общему знаменателю. У нас получается 3 умноженное на 4000 минус 2 третьих х. Под корнем все это стоит. И минус 2 корня из х. А в знаменателе будет 6 умноженное на корень из х и умноженное на корень из 4000 минус 2 третьих х. Дробь равна нулю тогда, когда числитель равен нулю. Приравняем числитель к нулю. У нас получится 3 умноженное на 4000 минус 2 третьих х минус 2 корня из х равно нулю. Перенесем один корень в правую сторону и мы получаем с вами иррациональное уравнение. Чтобы избавиться от корня, надо возвести в квадрат. Получается 9 умноженное на 4000 минус 2 третьих х. И все это равно 4х. Раскроем скобки. Получится 36000 минус 9 и 3 сокращается минус 6х и равно 4х. 10х у нас равно 36000. Значит, х будет равен 3600. Нам нужно найти величину корень из х. Поэтому да еще плюс корень из у. Давайте сразу сначала найдем еще у. у будет равен 4000 минус 2 третьих мы умножаем на 3600. 3600 и 3 сокращаются. Это будет 1200. И в результате 4000 минус 2400 – это будет 1600. А нам нужно найти величину корень из х плюс корень из у. Потому что нам нужно выяснить максимальное это количество. И получается, что это корень из 3600. Мы прибавляем корень из 1600. Корень из 3600 – это 60. Корень из 1600 – это 40. И в результате у нас получается, выделю здесь ответ, 100. Значит, максимальное количество единиц продукции, которое будет произведено, равно 100 единиц. И это и есть наш ответ. Значит, на экзамене вы за это задание получаете 2 балла. Чего я вам желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok